Днем специалист Кольской ГМК, вечером стремительный гонщик. Героиня нового выпуска рубрики «Молодежь КНН» Екатерина Бурянина успевает брать от жизни все. Как ей это удается, расскажут мои коллеги. Допустим, стрессовые ситуации на работе бывают? И как болитесь? Плачу. Ну как? Вначале тяжело, потом все равно находишься на какое-то решение. Списывать материалы и планировать снос здания. Екатерине Буряниной в новинку. Девушка всего год трудится в службе заказчика металлургического цеха Кольской ГМК в Манчегорске. Ответственность высокая. Привыкнуть к новой ипостаси было тяжело, ведь большую часть жизни она посвятила совсем другой сфере. Еще маленькая девочка Екатерина встала на лыжи. С тех пор расстаться со спортивным имидарем не может. В классе как-то пришли. Тренера они же приглашают детей на занятия лыжными гонками во втором классе. Да. И пригласили попробовать. Но все руки подняли. Почему бы меня тоже не поднять? Так и закрутилось, завертелось. Затянула на 26 лет. До 11 класса занималась в секции. После предложили на полставки тренером-инструктором. И сейчас ни один день не обходится без занятий. Зимой лыжные гонки, летом тренировки на лыжероллерах и велосипеде. Форму ведь надо поддерживать. Тем более есть мечта, к которой девушка стремится. Пойти в тренерскую деятельность. Очень хочется, но вдруг не получится страшно. То есть прям серьезно хотите заняться? Да, я бы хотела, да. Упорный труд Екатерины не остался незамеченным. Девушка не раз становилась призером соревнований разного уровня. Десятки медалей, кубков и грамот украшают полки дома. Показать нам спортсменка принесла лишь небольшую часть из них. Вот это да, это праздник серого в этом году. Это медаль финишера. Ну типа по финишу, да, всем дают. В этом, да. Ну там классика фиолетовенькая, а синенькая ленточка и свободный стиль. Первый раз, когда на уровне области я показала результат. Ну вот это вот я запомнила. То, что год назад, допустим, я там была, ну я не знаю, может пятая с конца, а на следующий год уже оп и в тройке. Потому что раньше была конкуренция, ну я бы сказала, что раньше была конкуренция большая в области по лыжным гонкам. Сейчас уже, ну, что-то мало молодежи хочет заниматься лыжами. Чувство свободы и бешеную скорость не сравнить ни с чем, признается Екатерина. Совмещать с работой тренировки непросто, но к нагрузкам привыкла. Более того, те немногочисленные свободные минуты в будущем планируют посвятить обучению на массажиста и специалиста по кинезиотипированию. Кирилл Герпиняк, Элина Шагенова, Максим Чинкин, ТВ21+.